Режиссер самодеятельного театра, стоя на сцене, задает сам актерам риторический вопрос. Не пора ли, друзья мои, нам замахнуться на Вильяма, понимаете ли мы, нашего Шекспира? Труппа с энтузиазмом отвечает и замахнемся. Из кинофильма «Берегись автомобиля», 1966 год. Острый респираторный дистресс-синдром, код ПМКБ-10, G80. Почему я выбрал такую странную преамбулу? Шекспир – это классика, классику всегда играть сложно. Об остром респираторном дистресс-синдроме рассказывать непросто, потому что этот синдром многовекторный. В меньшей степени рентгенологический, в большей степени клинический. Посему рентгенологу повествовать про острый респираторный дистресс-синдром только с точки зрения визуализации нельзя. Нужно коснуться анатомии, патофизиологии и других аспектов. К тому же сейчас в сети можно отыскать много бесплатных лекций про острый респираторный дистресс-синдром. Как правило, все они читаются не рентгенологами. В прочтении лекции по острому респираторному дистресс-синдрому рентгенологам кроется еще один вызов. Я благодарю за помощь в подготовке презентации Ирину Гайдаль, Екатерину Бишевичу, Андрея Косторнова, Андрея Мещерякова и Михаил Борисович Акантаровича. В городской клинической больнице номер 40 города Екатеринбурга большое число отделений. На этом слайде представлен далеко не полный их перечень. Одних только отделений интенсивной терапии, анестезиологии и реанимации 6. То есть, острого респираторного дистресс-синдрома в нашей клинике есть где взяться, но, слава богу, мы его видим нечасто. Для описания компьютерных томограмм мы будем использовать глоссарий Флешнерского общества. Какова клиническая актуальность острого респираторного дистресс-синдрома? Примерно у одного из 10-12 пациентов с признаками острого респираторного дистресс-синдрома нет явных или выявленных факторов риска острого респираторного дистресс-синдрома. То есть, вроде бы как все подпадает под него, но четко не прослеживается пусковый момент, либо мы его плохо ищем. Существует множество заболеваний, маскирующихся под острый респираторный дистресс-синдром и не имеющих классического гистологического паттерна диффузного альвеолярного повреждения. Что это значит? Это значит, что, например, какая-нибудь тромботическая микроангиопатия может почти по всем критериям соответствовать острому респираторному дистресс-синдрому, либо вообще по всем критериям, но им не являться. Ибо диффузное альвеолярное кровозлияние на КТ мы вряд ли отличим от диффузного альвеолярного повреждения. Пациент также будет одышкой, он может быть переведен на ИВЛ, а кровохарканье при диффузном альвеолярном кровозлиянии встречается далеко не в каждом случае. Примерно 30% пациентов с диффузным альвеолярным кровозлиянием кровохарканье может и не быть. При гистологическом исследовании у третьих пациентов с диагнозом острого респираторного дистресс-синдрома нет гистологического паттерна у острого респираторного дистресс-синдрома. Вроде бы, как все другие варианты, исключили ту же самую тромботическую микроангиопатию, однако либо прижизненной биопсии, либо по результатам вскрытия паттерн диффузного альвеолярного повреждения в легких так и не был найден. Возникает вопрос, а с чем тогда мы имели дело? Я отделил клиническую актуальность от рентгенологической, хотя рентгенолог это тоже клиницист. Но, тем не менее, что важно понимать нам? Острый респираторный дистресс-синдром – это химера. Специфической рентгенологической картины нет. Она представляет собой сочетание множественных рентгенологических симптомов. И, как я и говорил, множество заболеваний могут выглядеть по рентгенограмме или компьютерной томограмме, как острый респираторный дистресс-синдром, но им на самом деле не являться. И тогда возникает вопрос, а что же писать в заключение? Если разные болезни выглядят на снимках одинаково, одинаковые болезни выглядят на снимках по-разному. Или в легких все на все похоже? По своей первой специальности я анестезиолог и рентгенолог и учился по книгам Анатолия Петровича Зильбера, которую читаю до сих пор, хотя уже не практикую анестезиологию и рентгенатологию. Всем рекомендую к прочтению издания «Клиническая физиология» в анестезиологии и рентгенатологии. Точнее, «Клиническая патофизиология». Определение острого респираторного дистресс-синдрома я взял из другого его труда, из этюдов респираторной медицины. Синдром острого легочного повреждения или острый респираторный дистресс-синдром это компонент пулярганной недостаточности, связанный с первичным или вторичным поражением всех слоев альвеолокапиллярной мембраны. Эндо и Экзо или Экзо-тактическими факторами. Острый респираторный дистресс-синдром – это компонент пулярганной недостаточности. При нем поражаются не только лишь одни легкие. Так не бывает. Острый респираторный дистресс-синдром не может протекать с поражением лишь дыхательной системы. Обязательно вовлекается в процесс что-то еще. Поражение альвеолокапиллярной мембраны может быть как первичное, так и вторичное. И эти поражающие факторы могут быть как эндотоксическими, так и экзотоксическими. На основании чего острый респираторный дистресс-синдром вносится? Существуют берлинские критерии этого синдрома. Они на слайде. Начало в течение 7 дней после известного пускового фактора или возникновения нарастания существовавших ранее респираторных симптомов в течение этого времени. Участки двустороннего снижения воздушности легких, которые нельзя объяснить выпадом отелектазами или узелковым поражением. Респираторные симптомы целиком не объясняются сердечной недостаточностью или перегрузкой объемом. Нужны объективные методики, например, эхокардиография для исключения гидростатического отека, если для него нет факторов риска. И при оксигенации степень этого синдрома может быть легкая, средняя, тяжелая в зависимости от коэффициента оксигенации. В издании «Основы интенсивной терапии», переведенной на русский язык, если не ошибаюсь, в 2014 году и представленной в свободном доступе в сети, и я обнаружил некоторые изменения этих критериев. Например, для нас что интересно, это то, что тяжелая степень остеореспираторного дистресса синдрома должна протекать с затемнением как минимум в трех квадрантах на рентгенограмме. Биопсия легких при остром респираторном дистресса синдроме может быть уметна, но стоит помнить, что пациенты с этим синдромом и так поддержаны барроэволюмом травме, и биопсия будет выполняться на дышащем легком. Таким образом, осложнений биопсии может быть больше, нежели у пациентов без этого синдрома. И в наших условиях вряд ли биопсия легкого в отделениях интенсивной терапии и реанимации на потоке возможно. Однако, по данным сайта Pathology Outlines, открытая биопсия легких обеспечила специфический диагноз для 84% пациентов с острым респираторным дистресса синдромом и способствовала выбору альтернативного лечения в 73% случаев. О ней нужно помнить, что если высокий прогноз благоприятного результата и риск того, что эмпирическая терапия не подходит или неудачна, может быть, есть смысл попытаться выполнить открытую биопсию легкого. Я говорил о том, что острый респираторный дистресса синдром может быть как первичным, то есть поражающий фактор находится в легких, так и вторичным. Здесь приведен далеко не полный перечень этих факторов. Например, инфекция, аспирация, жировая эмболия и много-много чего другого. Они могут располагаться как выше уровня диафрагмы, так и ниже. Теперь, чтобы понять патофизиологию острого респираторного дистресса синдрома, нужно вспомнить, что в эпителии альвеол существует три типа пневмоцитов. Пневмоциты первого типа отвечают за ГЗ-обмен. Пневмоциты второго типа производят сурфактант и отвечают за регенерацию легочного эпителия. И пневмоциты третьего типа предназначены для абсорбции из альвеолы жидкости и хеморецепции. Это далеко не полный перечень их функций, но основные. Какова роль сурфактанта? Он предупреждает падение альвеол после выдоха. Он повышает эластическую тягу легких перед выдохом. Он снижает транспульмональное давление. Он обладает противоотечным эффектом и улучшает диффузию газов через альвеолокапиллярную мембрану. То есть, еще и помогает пневмоцитам первого типа. В течение острого респираторного дистресса синдрома выделяют несколько фаз. Первая фаза эксудативная. Длится она от 1 до 7 дней. И в эту фазу происходит инициация нейтрофилами повреждения альвеолокапиллярного барьера. В следствии этого повышается его проницаемость и развивается внутриальвеолярное кровоизлияние и отек. При этом богатый белковым выпад взаимодействует с сурфактантом, приводя к снижению легочной эластичности. И формируется так называемая гелиновая мембрана стенки альвеол, чей эпителий обнажен и разрушен гелиновая мембрана. Это такая пленочка, состоящая из разного рода веществ. Что касается белков, то основным белком в ней будет фибрин. Далее идет подострая фаза, в которую мы наблюдаем пролиферацию или организацию в альвеоле. Длится она от 1 до 3 недели. В эту фазу восстанавливаются пневмоциты 2 типа и они в дальнейшем дифференцируются в пневмоциты 1 типа. Наблюдается пролиферация миофибробластов в стенке поврежденной альвеолы. Ну и отек дренируется вследствие того, что свою функцию пневмоциты 2 типа восстанавливают. Ну и третья фаза, фаза фиброза или хроническая фаза, выступает она спустя 3 недели. В ней мы наблюдаем коллагеновый фиброз альвеолярного пространства и интерстиция. Альвеолы становятся ригидными из-за архитектурной перестройки. Какова патофизиология гипоксии при этом синдроме? Альвеолы коллабируются. Наступает шунт крови справа налево. Что такое шунт крови? Это не какой-то анастомоз. При остром респираторном дистресс-синдроме наступает коллабс альвеолы, но они продолжают кровоснабжаться. Поэтому бедная кислородом кровь подходит к альвеоле из-за того, что она коллабирована, газообмен не происходит. И такая же бедная кислородом кровь уходит и примешивается к артериальной крови. Таким образом, это все называется шунтон. Легочно-эластичность снижается. Легкий как кирпич, ригидный. Сурфактант не выполняет свою функцию. У легких наблюдается фиброз. Снижение емкости легких из-за отека у легких. Такая вот форма ригидная и никак ее не изменить. Это ведро. Ведро из жести имеет заданную форму. И как бы вы ни старались, вы с этой формой ничего не сделаете. Только можете это ведро сломать. То же самое происходит и в легких. Они ригидны, отечны и емкость их по этой причине снижена. Мы наблюдаем вентиляционно-перфузионное несоответствие. И легочные сосуды обладают повышенной резистентностью. И еще образно, что происходит в легких при остром респираторном дистресс-синдроме. Легкие – это губка. Это фильтр, в котором задерживаются легочные... В эндотелии которого задерживаются агрегаты, микроэмболы, из которых выходят хематрактанты и снижается капиллярный кровоток. Любое критическое состояние происходит со снижением кровотока и секвестрацией в капиллярах крови с образованием в этих капиллярах тромбов. Далее происходит деструкция задержанных продуктов с образованием биологически агрессивных веществ, повреждающих интерстиции, капельки жидкости. Наступает некардиогенный отек легких. Видите, я губку замочил в тазу с водой. Следом идёт пуль органа и достаточность. Видите, много губок мной замочено в тазике. И это всё приводит к фиброзу легких. Такая вот в итоге у нас губка. Схематично, как выглядит альвеола без повреждения. И альвеола с повреждением в эксцидативную фазу. Это наше изображение. Мы его максимально точно перерисовали с оригинала, который можно отыскать по ссылке. Альвеола и воздушное пространство. Эпителий, содержащий три типа пневмоцитов и нейроэндокринные тельца фрёлиха, из которых растут нейроэндокринные опухоли. В альвеоле есть альвеолярный макрофаг. Внутренняя поверхность альвеолы выслана сурфактантом. Альвеолу и капилляр отделяет интерстиция. Вроде тут всё понятно. В эксцидативную фазу что происходит? Стенки капилляров полупроницаемые становятся. И через эту полупроницаемую стенку сначала в интерстиция, потом в альвеолу выходят клетки. Эритроциты. Нейтрофилы. Что происходит в альвеоле? Под воздействием биологически активных веществ из альвеолярного макрофага выходят другие биологически активные вещества. В основном это интерликины. Из активированного нейтрофила, который мигрировал из капилляра, также выбрасываются биологически активные вещества. Сурфактант инактивируется. Через полупроницаемую мембрану из интерстиция в альвеолу попадает жидкость. Жидкость, она насыщенная белком. Пневмоциты первого типа некротизируются, подвергаются апоптозу. Также в альвеоле мы видим и мигрированные эритроциты. Поврежденная базальная мембрана подвергается изменению в виде образования гиалиновой мембраны, о которой я вам говорил. Пневмоциты второго типа сохраняют свою функцию частично. Они потом будут, если все восстановится, пролиферировать в пневмоциты первого типа. Но, видите, они выглядят несколько иначе, нежели в норме. То есть, они также повреждены. И если повреждающий фактор устранен, больной идет на поправку в легких. Белок и жидкость выходят из альвеолы, либо они подвергаются андоцитозу, фагоцитозу. Нейтрофилы умирают, подвергаются апоптозу. Наступает пролиферация пневмоцитов второго типа, их дифференцировка пневмоцитов первого типа. Восстанавливаются бронхиальные эпители. В стенке альвеолы наступает фиброз, который в дальнейшем может разрешаться. Не нужно думать о том, что фиброз в легких это константа. Нет, есть механизмы, которые способствуют регрессии фиброза со временем. В сети есть на эту тему данные, об этом можно почитать. То есть фиброз в легких при остром респираторном дистресс-синдроме может со временем и уменьшаться. Примерно так происходит на гистологическом уровне острый респираторный дистресс-синдром в альвеоле. В чем отличие респираторного дистресс-синдрома новорожденных от острого респираторного дистресс-синдрома? У новорожденных первичными является нарушение выработки сурфактанта, вследствие чего образуются телектазы. Ну и у взрослых сурфактант страдает и выработка, страдает вторично. В этом и отличие. Что происходит в легких, на регенограммах, либо на компьютерных томограммах при остром респираторном дистресс-синдроме? Гетерогенное двустороннее уплотнение легочной ткани из-за ее отека. И снимочки выполняем для того, чтобы исключить плевральный выпад от телектаза и опухолевого поражения. Если есть компрессионный телектаз двусторонний, это не острый респираторный дистресс-синдром. Если есть оптурационный телектаз, это не острый респираторный дистресс-синдром. Если легкие поражены опухольными клетками, лимфогенный карциноматоз, Да еще и в довесок двусторонний плевральный выпад с компрессионными интеллектазами Это тоже неострый респираторный дистресс-синдром В эксцедативную фазу Легочная ткань неоднородна и диффузно уплотняется Преимущественно по типу матового стекла С или без утолщения междольковой интерстиции И преобладает передний-задний градиент Может быть, а может не быть консолидация Могут быть, а могут и не быть бронхоэктазы Могут быть, а могут и не быть кисты Но это кисты не истинные Они не имеют эпителиальной выставки Пролиферативная фаза протекает в виде уплотнения легочной ткани По типу матового стекла с бронхоэктазами И снижением легочного объема И в фиброзную фазу наступает утолщение интерстиция И ретикулярное уплотнение с матовым стеклом Мы также можем наблюдать периферические кисты Кисты в кавычках И сотовая легкая Существует многокомпонентная шкала Мюре Для оценки острого легочного повреждения В ней есть и рентгенологический блок И от рентгенолога требуют сказать Есть ли снижение пневматизации легочной ткани И если есть, то в скольких квадрантах наблюдается С помощью компьютерной томографии Можно оценивать рекрутабельность легких То есть потенциальная возможность Коллабированных альвеол Восстановить свою воздушность В этой проблеме я чистый теоретик В нашей клинике С помощью компьютерной томографии Рекрутабельность альвеол не оценивается Но что есть в сети Потенциал у альвеол может быть высокий Потенциал рекрутирования И низкий Проще говоря Матовое стекло Это высокий потенциал рекрутирования Консолидация и фиброз Низкий потенциал рекрутирования Ну и теперь клинические случаи Самая интересная, пожалуй, часть нашей лекции Первый случай 72-летняя женщина Страдает ревматоидным артритом Получает химиотерапию Кислородозависимая Но пока не находится на искусственной вентиляции легких В этом случае соблюдено 4 из 4 берлинских критериев Острого респираторного диэстресса синдрома Что мы наблюдаем? Дустороннее матовое стекло Утолщение интерстиция Хоть его здесь и не очень хорошо видно Многие симптомы вам Будут плохо видны Вам придется поверить, что они есть Терстиция утолщен как Междольковый, так и внутридольковый Мы видим Щажение долек Это дословный перевод на английском языке Симптом звучит как Lobular sparing Имеет место пневмомедиастином И интерстициальный эмфизем Не стоит удивляться Легкие, ригидные У пациентов без Острого респираторного диэстресса синдрома И не находящийся на инвазивной Искусственной вентиляции легких Может быть спонтанным пневмомедиастином Почему тогда его может не быть у пациентов с ОРДС Да наоборот Вполне себе может наблюдаться спонтанным медиастином И у этих пациентов с развитием Также и интерстициальный эмфизем Что было дальше Прошло Две недели Уже нет никакой кислородной поддержки Мы видим Какую-то сетку Ретикулярный паттерн Который состоит из Утолщенного Интерстиция Междолького Внутридолького Видны Тяжи Паринкемал бенд Распределение Этих изменений Перилобулярное Перилобулярный паттерн Характерен для организующей пневмонии И есть матовое стекло Так две фазы Эксидативная И пролиферативная Острого Респираторного Дистресс-синдрома И обратите внимание На то, что Пневмомедиастином И интерсоциальный эмфизем Регрессировали Это произошло Без каких-либо Хирургических Вмешательств Двадцатилетняя женщина На фоне синдрома Системно-оспалительного ответа Наросла одышка Перейдена на ИВЛ И, к сожалению Не все данные Анамнеза На сегодняшний момент Нами были Целиком Восстановлены в памяти Но на момент Рассмотрения этих снимков Сомнений в том, что Это острый респираторный Дистресс-синдром Не было Поэтому будем считать Что здесь соблюдено 4 из 4 Берлинских критериев Острого респираторного Дистресс-синдрома Здесь изменения Другого характера В легких мы наблюдаем Мы видим Узелки Центрилобулярные Я думаю, если сделать МИП Слэбом 10 Они будут Распределены По типу дерева В почках Можно говорить о том Что это Аценарные Узелки Есть Консолидация И для Консолидации В этом случае Характерен как раз-таки Передний-задний Градиент То есть Консолидация Распределена В гравитационно-зависимых Отделах Легких Есть Какое-то Матовое стекло Обратите внимание На газ В калибральной полости Справа И на МАЛ Позицию Дренажной трубки Это тоже Острый респираторный Дистресс-синдром Несмотря на то Что выглядит Он уж совсем Не так Как В первом Наблюдении Женщина 20 лет Беременец 20 недель Выражена Отдышка ВИЧ Отрицательна Все Доступны Лабораторные Фикционные Тесты Тесты На пневмоцистную Пневмонию На вирусы Отрицательна Кислородозависимая Позже Будет переведена На искусственную Вентиляцию Легких Ну и я Немножко Слукавлюсь И скажу Что соблюдено 4 из 4 Берлинских Критерий Фостер Испираторного Дистресс-синдрома Вряд ли Беременность Можно считать Таковым Фактором Некоторые Считают Некоторые Не считают Но если считать То да 4 из 4 Критериев А если Расценить Беременность Как Вариант Нормы То Ну какой же Тогда Это Респираторный Дистресс-синдром Пускового Фактора Нет Но Методом Пожалуй Исключений Решили Что это Острый Испираторный Дистресс-синдром Билатеральное Неравномерное Матовое Стекло С утолщением Как Внутри Так и Междолькового Интерстиция Матовое Стекло Распределено Географически Здесь Типичный Crazy Сумасшедшая Щерченность Имеет Место Также И консолидация Причем И тут Для консолидации Характерен Передний Задний Градиент Третья Презентация Острого Аспираторного Дистресс-синдрома И снова Выглядит Он Несколько По-другому 54-летний Мужчина Перенет Какое-то Время Назад Орто Топическую Трансплантацию Сердца Страдает Сахаром Диабетом Второго Типа Кислородозависим Находится На искусственной Вентиляции Легких И в этом Случа Соблюдено 4 из 4 Берлинских Критериев Острого Аспираторного Дистресс-синдрома Двусторонняя Консолидация Довольно Симметричная Вот эти Легкие С консолидацией Эти Альвеолы Нерекрутабельны Также есть Матовое Стекло Какие-то Узелки Центрилбулярные Леоценарные Сложно Сказать Наверное Это не так Принципиально Обратите внимание Что Интубационная Трубка Располагается В устье Правого Главного Бронха Надо это Отметить В своем Протоколе Чтобы ее Немного Подтянули Это Острый Спиратурный Дистресс-синдром И В очередной Раз Другая Его Картина Острый Спиратурный Дистресс-синдром Это Химера Она Эта Химера Не имеет Какого-либо Типичного Паттерна Поражения 40-летняя Женщина Два Месяца Назад Верифицирована Была Понимание Вследствие Вируса Гриппа H1N1 Длительно Находилась На ВЛ Антибиотика Противирусной Терапии Проводилась В этом Случае Это Острый Респираторный Дистресс-синдром В фазе Фиброза Диффузно Распределенный Редикулярный Паттерн Преимущественно В верхних долях В верхней доле Уменьшенной В объеме Утолщен Бронховаскулярный Междольковой Интерстицией Внутри Дольковой Интерстиции Опять же Обратите Внимание На Перилобулярный Паттерн На Корональных Изображениях Хорошо Будут Видны Бронхоэктазы Есть Микроузелки В нижних Далях С обеих Сторон Сейчас Пытаюсь Вам Показать Что Отменяет Присоединение Бактериальной Инфекции Ничего Тем более Что Длительное ВЛ Факторы Для Всего Этого Есть На фоне Этих Узелков Стенки Бронхов Утолщены Ну это Все Не Противоречит Острому Респираторному Дистресс Синдром В фиброзной Фазе Может быть Микс Сочетание Бактериальной И Вирусной Инфекции Вот еще Обратите Внимание На Так называемые Кисты Может быть Следует Называть Эти Кисты В кавычках Пенемотоцели Я не знаю Но Какие-то Расширенные Воздушные Пространства Фаза Фиброза При Остром Респираторном Дистресс Синдроме Выраженность Этого Фиброза Как я говорил Может быть Со временем И Меньшая 63-летняя Женщина Жалуется На кашель Одышку Кровохарканя Кислорода Зависима Переведена На ЭВЛ Присутствует Почечная Дисфункция Почечная Дисфункция Может быть Как Элемент Полиоргана Индостаточности При Остром Респираторном Дистресс Синдроме А может И не быть Таковой Достероннее Матовое стекло И консолидация Вы скажете Ну чем не Острый Респираторный Дистресс Синдром Я скажу Что нет Это Диффузное Альвеолярное Кровозлияние У пациента Синдромом Гудпачера И как Отличить От Диффузного Альвеарного Повреждения По данным МКТ Никак В покое Одышка Развилась Подостро Что Уже Само По себе Отметает Острый Респираторный Дистресс Синдром Лихорадка Сухой Кашель ВИЧ Позитивно Не Находится На Антиретровирусной Терапии Высокий Уровень Лактат Дегидрогеназа Сыворотки Крови И С чем Мы Имеем Дело Для Начала Какие Симптомы Сумасшедшая Исчерченность Снова Имеет Место Crazy Сайн Снова Какое Ощержение Долик Распределение Местами Перемронховаскулярное Большая Газосодержащая Полость С Детритом Или Еще чем-то Другим Пациентка Кислородозависима Но Не На ИВЛ Это Панемоцистная Панемония Для которой Такая Картина Весьма Характерна И Большая Газосодержащая Полость Пусть вас Тоже Не смущает Да Возможно Это полость Больше Чем Обычно Может быть Это И не Компонент Панемоцистной Панемонии Может быть Здесь уже Живут Грибки Рода Аспергилус Может быть Это суперинфекция Бог его знает Но Все остальное Вполне себе Укладывается В панемоцистную Панемонию И С этим Заболеванием Также Нужно Дифференцировать Острый Спиратурный Дистресс Синдром Потому что Эти пациенты Кислородозависимые Опять же Повторяю Что Не нужно Ориентироваться В Диагнозе Острого Спиратурного Дистресс Синдрома Только Лишь На Визуализацию По Берлинским Критериям Факторов Для Выставления Острого Спиратурного Дистресс Синдрома Несколько Визуализация Лишь Один из них Но В этом Случае Аномнистические Пациентка Ну Никак Не подходила Под Острый Спиратурный Дистресс Синдром Хотя Я допускаю Что Панемоцистная Панемония Может В него Со временем Перейти Но Наверное Это больше Удел Лиц Которые Находятся На иммуно Супрессивной Терапии Например Перед трансплантацией Костного Мозга У этих Пациентов Одышка Нарастает Быстро У вечеринфицированных Одышка При панемоцистной Панемонии Нарастает Подостро И Это Подострое Начало Не позволяет Выставить Острый Респираторный Дистресс Синдром 70-летний Мужчина Резко Возникшая Одышка В покое Прибыл На КТ Для выполнения Ангиопульмонографии Мы иногда Шутим Что Стоит Пациенту Подняться По лестнице И получить Одышку Всех Тут же С диагнозом ТЭЛа Под вопросом Везут На Ангиопульмонографию Двустороннее Матовое Стекло На фоне Утолщения Междолькового Интерстиция Распределение По типу Крыльев Летучей мыши Двусторонний Плевральный Выпад Скрепки На грудине Классика Кардиогенного Отека Легких Резко Возникшая Одышка Вроде Как Есть Пусковый Фактор Но Это Не Острый Аспираторный Дистресс Синдром Здесь По КТ Картина Довольно Типична Может ли Так Выглядит Острый Аспираторный Дистресс Синдром Я считаю Что В принципе Да Но На первом Месте Следует Все-таки Ставить Кардиогенный Отек Легких 65-летняя Женщина Жалуется На медленно Прогрессирующую Одышку Что Само По себе Уже Для Острого Распираторного Дистресс Синдрома Не характерно Сначала Она была При физической Нагрузке А после И В покое Двустороннее Матовое Стекло Неравнерно Распределено Нету Переднего Заднего Градиента Есть Консолидация Воздушная Бронхограмма Микроузелки И что Это Такое Это Диффузная Форма Аденокарцином Формально Можно Принять За Острый Респираторный Дистресс Синдром Но Подострое Начало Отсутствие Переднего Заднего Градиента Не позволяет Нам Большей части Наверное Конечно То что Началось Это заболевание Не в течение Семи дней Отметает Острый Респираторный Дистресс Синдром По наблюдениям Все Еще Теоретического Блока Я бы хотел Добавить В свою Презентацию Паттерн Диффузного Повреждения Повреждения Это острое Острое обострение Как-то Не звучит Поэтому Будем Говорить Экзацербация Либо Обострение Экзацербация Неспецифической Интерсоциальной Пневмонии Экзацербация Интерсоциальное Поражение Легких При коллагенозах При гиперчувствительном Пневмоните И при Вирусных Пневмониях Северо Экют Респиритарий Синдром Грипп H1N1 И COVID-19 И очень Интересной Зоологической Формой Является Острое Интерсоциальное Пневмония Это Идиопатическое Интерсоциальное Пневмония Которое Протекает С быстро Прогрессирующей Дыхательной Недостаточностью Но Эта Дыхательная Недостаточность Наступает Как правило Больше Чем За 7 Дней И это Уже Не позволяет Это Заболевание Включить В Заболевание С классическим Острым Респираторным Дистресс Синдромом Однако Патоморфологически При Острое Интерсоциальное Пневмонии Наблюдается Диффузное Альвелярное Повреждение Диагноз Острое Интерсоциальное Пневмонии Не является Патоморфологическим Потому что Диффузное Альвелярное Повреждение Элемент Как я показал Многих Других Заболеваний Острое Респираторное Дистресс Синдром И Острое Интерсоциальное Пневмонии Не синонимы Если так Можно выразиться Острое Интерсоциальное Пневмонии Это Идиопатическая Форма Острого Респираторного Дистресс Синдрома Но Не все Пациенты С острым Респираторным Дистресс Синдромом Имеют Острое Интерсоциальное Пневмонию Так как дыхательная недостаточность при этом заболевании прогрессирует медленнее, чем при классическом остром респираторном дистресс-синдроме В соответствии с берлинскими критериями, острый респираторный дистресс-синдром таким пациентам не будет выставлен Однако, патоморфологически будет найден паттерн диффузного олегалярного повреждения И квинтэссенция всего, чего я наговорил за все это время Что писать в заключении? У Николы Свитерлати на сайте Radiographics есть лекция, по-моему, датирована на 2015 год Посвящена идиопатическим интерсоциальным пневмониям Есть таблица для этих пневмоний и для острой интерсоциальной пневмонии, которая выглядит как острый респираторный дистресс-синдром формально При визуализации он предлагает использовать паттерн диффузного олегалярного повреждения Это значит, что изменение в легких диффузной или неравномерной присутствует консолидация матового стекла Часто с лобулярным общежением, в скобках, перилобулярным распределением И могут в дальнейшем появиться тракционные бронхоэктазы То есть первые 4-5 случаев, которые я вам демонстрирую Пожалуй, в случае номер 3 максимально подходит под это определение Исход острого респираторного дистресс-синдрома в фиброз Тоже может наблюдаться, если пациенты с острой интерсоциальной пневмонией разрешаются Вот в этом случае картина может быть идентичная Так вот, паттерн диффузного олегалярного повреждения Он такое словосочетание использует И почему бы нам при изменениях в легких, двусторонних Когда мы не можем сказать это диффузное олегалярное повреждение Либо диффузное олегалярное кровоизлияние Писать в своих протоколах Изменения в легких по типу диффузного олегалярного повреждения Рентгенологический паттерн диффузного олегалярного повреждения Или изменения по типу диффузного олегалярного повреждения Кажется уместным вариантом рентгенологического заключения При диффузном поражении легких у пациентов Находящихся на респираторной поддержке Если это диффузное уплотнение легочной ткани Не вызвано ателлектазом, выпатом или узелками Как требуют того берлинские критерии Рингеологический паттерн диффузного олеолярного повреждения Не синонимичен паттернам диффузного олеолярного повреждения По типу не значит он и есть, но похож То есть, если мы видим у пациента на респираторной поддержке Двустороннее неравномерное матовое стекло и консолидацию С передним и задним градиентом Мы можем написать изменения по типу диффузного олеолярного повреждения Но при этом объяснить тем, кто будет читать наш протокол Что мы не можем однозначно судить о том, что происходит в легких Это может быть при этом, при этом, при этом Но так как дифференциальный ряд очень широк Мы используем формулировку изменения в легких по типу диффузного олеолярного повреждения Но подчеркиваем, что это не синоним патоморфологического паттерна Диффузного олеолярного повреждения По типу не значит он и есть, но похож Вспомним первый слайд о клинической актуальности У одного из 10-12 пациентов с признаками острого эспираторного дистресса синдрома Нет явных выливных факторов риска ОРДС Нам говорят, когда везут пациента на КТ, мы не знаем, чем он болеет А может быть это та самая острая интерсиальная пневмония Которая выглядит как классический острый эспираторный дистресс синдром Хотя, что такое классический острый эспираторный дистресс синдром? Я показал, что он может выглядеть по-разному Но будем считать, что это неравномерно распределенное матовое стекло Crazy Paving Sign, передний и задний градиент Может быть это та самая острая интерсиальная пневмония? Вопрос Существует множество заболеваний, маскирующихся под острый эспираторный дистресс синдром И не имеющих классического гистологического паттерна Диффузного альвеолярного повреждения И в таком случае нам говорят, что мы все еще не знаем, чем он болеет Вроде бы как острый эспираторный дистресс синдром А нет, не он И при гистологическом исследовании у третьих пациентов с диагнозом Острый эспираторный дистресс синдром нет гистологического паттерна Острого респираторного дистресса синдрома И нам говорят, мы так и не узнали Чем он болел В свободное время, пожалуйста, послушайте Лекции по острому респираторному дистрессу синдрому В сети Доктор Кузьков Прекрасная лекция Дифференциальный диагноз УРДС Бодро, понятно, эмоционально Вам достаёт эта лекция большое удовольствие И она полезна для рентгенологов в том числе По тому, что происходит в альвеолах При недостатке сурфактанта Можно послушать лекцию доктора Горячего На сайте YouTube-канал отделения анестезиологии и реанимации Не именно Буртенко Прекрасная лекция Тоже всё становится на свои места После её прослушивания рекомендую Ну и глоссарий флешнерского общества На сайте радиографии инфа Бесплатная лекция Если что-то из того, что я говорил Лоблор спарринг Перелоблор пэтен Или ещё что-то Вам незнакомо То, возможно, Вы найдёте ответы на свои вопросы Прослушав эту лекцию На этом у меня всё Благодарим Вас за внимание Обратная связь По электронной почте Всех благ Не болейте Берегите себя